Каменский район. Итоги года. Президенту докладывает глава. Тем много. Стройки, ремонт и урожаи. Сиротам квартиры, молодежи, субсидии на жилье. А еще туризм, культура, образование. Внимание сельскому хозяйству. Урожая меньше обычного. Собрали рапс, вишню, виноград. Каменский консервный заложил яблоневый сад. Планируется, что сад станет уникальным в регионе. Подвеска и уборка яблок будет осуществляться механически. В данном направлении будет использован опыт садоводов Испании, Франции. Санаторий Днестр. В прошлом году здесь отдохнули более 8 тысяч человек. Продолжают строить новый корпус поликлинику. Начались отделочные работы внутри помещения. Таким образом, в 23-й год для Камерского санатория было успешным. Большое количество отдыхающих обусловило высокую прибыль. Позволило осуществить ремонтные работы, приобрести медицинские и другие образования. В Каменке будет новое жилье. Сейчас перестраивают два больших общежития. В планах еще один дом. Говорили о новых производствах и рабочих местах. Открыли в Каменке филиал «Софтшуза». Это бендерская обувная фабрика. В лесничестве запустили цех по переработке дерева. Еще одна тема – туризм. Бывший каменский интернат стал спортивной гостиницей. Там же могут остановиться туристы. Частично отреставрировали синагогу и Покровскую церковь в Рашкове. Привели в порядок могилу раввина Шабтая. Устанавливают туристические указатели. К обложению в 22-м. В списке 9 объектов. Из них 6 школ. Продолжают работать в парке Витгенштейна. Вот задачи от президента. На перспективу, как мы говорили с вами, когда будет закончен парк, надо предусмотреть музей, краеведческий музей города Каменки, Каменского района. Самого парка, ради бога, это одно целое может быть. В этом году мы выделяем денежные средства, вы их осваиваете. И, конечно, надо чаши этих озер уже предусмотреть, как мы говорили, закатать их в глину, сделать более пологий берег, чтобы он был безопасным для людей. Ну, естественно, и попробовать уже заполнить их водой. В Каменке есть техникум, студентов немного, но техникум сохранят, а специальностей будет больше. Такое решение принято, исходя из той позиции, что все-таки Каменка, она немножко удалена, и не все поют в Рыбницу учиться. И есть нюансы. Если будет необходимость, будем выделять через фонд капитальных вложений, денежные средства на ремонт помещений и так далее. Но если мы говорим о том, чтобы техникум сохранить, он должен быть функциональный и должен, так сказать, по внешнему виду и по своему внутреннему функционалу не угрожать жизни и здоровью детей и преподавателей, кто там занимается. В этом году отремонтируют школы в Каменке и Екатериновке и детский сад в селе Красный Октябрь. Спорткомплекс в Окнеце и не только. Работу Каменской администрации Вадим Красносельский признал удовлетворительной и поблагодарил мэра за работу.